Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас участник антитрухановского Майдана, общественный деятель Михаил Кузаконь и общественный активист, волонтер Алина Подолянка. Добрый вечер, уважаемые гости! Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование и сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Что могло бы обеспечить политическое выживание Труханова? Как обычно, у нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что провозглашение Одесской Народной Республики, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что приход к власти в стране оппозиционного блока, звоните по телефону номер 728-01-71. Если ваш вариант ответа теперь это неосуществимо ни при каких условиях, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните, к нашим гостям, простите, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, уважаемые гости, я предлагаю начать нашу беседу как раз с просмотра сюжета об открытии очередного памятника активистами Одесского антитрухановского Майдана, которое состоялось вчера в воскресенье. Давайте посмотрим сюжет, но затем я попрошу вас рассказать об этом поподробнее и прокомментировать увиденное. Как и положено, открытие памятника прошло в торжественной обстановке при большом встречении народа. Скульптурная композиция увековечивает самого мэра и нескольких самых заслуженных его соратников. Символический образ Геннадия Леонидовича с топором вместо головы уже полюбился одесситам. Четыре новые фигуры помогают раскрыть основные виды деятельности правящей пока еще команды. Сопроводительные надписи, как в настоящем музее, представляют всех персонажей мемориального комплекса с их достижениями. Спешите видеть, такой памятник у нас открылся впервые и, возможно, останется единственным в своем роде. На то его и создавали, чтобы не было повода повторить. Открытие скульптуры Ена Гопник и его фавориты. Хотим привлечь внимание гражданского общества к этим людям, к этой трухановской банде, к тому, что происходит в городе, чтобы они видели, пускай и в таком сатириконе, этих людей, которые ответственны за все, что происходит в городе. Общественники обоснованно подозревали, что скульптурные образы отцов городских сами по себе не создадут добрую атмосферу воскресного вечера. В выступе на Майдане пригласили одесскую группу «Легендарные пластилиновые ноги». «Нам достанется то, что забудут пришельцы на заглавных страницах желтых газет». И только в творчестве можно быть свободным. Вот как-то так. То есть, если говорить приходится контролировать, то делать можно в случае с творчеством полная свобода. Группа «Пластилиновые ноги» заслужила аплодисменты зрителей. Монументальное творчество активистов антитрухановского Майдана рассчитано на противоположную реакцию. Вопреки обыкновению, авторы памятника надеются, что народ не понесет цветы к его подножию. А сам мемориал исчезнет из города вместе с теми, кого изображает. Общественники даже не будут против, если, покидая Одессу, Геннадий Труханов заберет скульптуры с собой на добрую память. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». Ну, на самом деле, такое креативное решение, как говорится, чисто по-одесски было сделано. Я думаю, что таким способом внимания общественности вы привлекли. Безусловно, удалось это сделать. А вот как отреагировал на подобное творчество сам мэр? Известна ли его реакция? Ну, не выходил, нет. Не выходил, как и раньше не выходил. Ничего не говорил по этому поводу. Единственное, что с утра сегодня его опричники, я их называю, муниципальщики, сорвали и украли имущество активистов Майдана. То есть сорвали баннеры. Вот мы как-то можем этот, наверное, такой ответ. Вот. На, в принципе, довольно, как я считаю, креативную и правильную... Ну, кстати, ну, что касается действий, как вы назвали, опричников, у нас тоже есть по этому поводу сюжет, мы его чуть позже посмотрим. А вот если говорить о поведении или о линии поведения Геннадия Труханова, так, допустим, в эфире канала Ньюс Ван он говорил о том, что он с вами общается, он открыт к диалогу, он готов с вами общаться и... Это ложь. Дело в том, что нам абсолютно очевидно, что эта власть, она соткана из-за лжи и гнилая внутри. И когда мэр такого города, миллионника, ну, вот мы, например, весь актив прекрасно знает, что никто с нами не общался, никто нас на диалог не вызывал, да и незачем, потому что он знает, что наши требования противоречат его смыслу существования. Вот. И этот человек просто нагло лжет, вы понимаете? То есть это уже не первый раз. О том, что он там ведет какой-то диалог, с кем он ведет и где он идет, мне неизвестно. Когда он это говорит на всю страну, ну, не знаю, я даже затрудняюсь дать этому оценку правильно. Я вас понял, да, я понимаю, что это все неправда. Что касается скульптурной композиции, если можно это так назвать, все-таки что вы хотели этим сказать, кто там изображен? Я думаю, если кто из телезрителей, может быть, не понимает, есть смысл объяснить подробнее. Там изображены четыре зама, которые отвечают за определенные направления, которые, безусловно, являются в данном контексте коррупционными. Вот. И такой небольшой сатирикон, который каждого зама по направлению, скажем так, его деятельности, по тем моментам, которые зам курирует, да. И это в таком вот, в такой форме, оно дает общественности понять одесситам, действительно, кто чем занимается, кто за что ответственен. Понятно совершенно, что один, люб каждый из персонажей, один отвечает из персонажей, допустим, за строительство, соответственно, и так далее, да. И я думаю, что очень четко, вот там много тонких моментов, одесситы, когда подойдут ближе и посмотрят, они поймут, что там очень четко подмечены именно детали. Кто за что отвечает, кто где ворует. Как эти потоки. Да, и потом, и главное, значит, фигура, которая сидит сверху, наш Гена Гопник, это, в конце концов, его ответственность основная за все, что происходит. Ну, у него есть соратники. Вот мы их, Артмайдан, в рамках Антитрухановского Майдана, вот в такой форме их изобразил. В чисто одесской форме. Ну, давайте не будем раскрывать всех секретов, да, и тонкостей. Может быть, это будет неким таким интересом для одесситов. И, опять же, многие люди придут просто посмотреть для того, чтобы понять, что кто там изображен и то, о чем вы говорили. И кто за что в ответе. Да, вот об этих нюансах, кто, кто. Будем говорить прямо, кто где ворует. Совершенно верно. Чтобы люди понимали. Вы упомянули ответ со стороны мэра сегодня утром, если это можно назвать, да, эти действия ответом на ваш вот такой перформанс. Сегодня утром действительно представители коммунальных служб сорвали и баннеры, и плакаты, которые были установлены на Антитрухановском Майдане. Давайте посмотрим сюжет об этом, а затем обсудим это происшествие более подробнее. Действие походило на провокацию. Возможно, организаторы мероприятия надеялись, что активисты Антитрухановского Майдана попытаются отбить свое имущество. После чего можно будет сказать, смотрите, маргиналы бросаются уже на патриотическую символику. Пользуя этой догадки, говорит хотя бы количество муниципальных охранников. Активист Антитрухановского Майдана Алина Подолянко в своем фейсбуке пишет, что охранников было около 40 человек. И это не считая коммунальщиков. Сами охранники после того, как баннера заменили, на всякий случай продолжали сидеть на Думской площади. Однако активисты рассказывают, именно этих ребят они видели во время происходившего. Под их прикрытием работали коммунальщики. Эти плакаты являлись имуществом активистов Антитрухановского Майдана. Эти люди просто похитили плакаты, вывезли это в неизвестном направлении на машине. Вот я вам даже скажу номера машины, которые зафиксировали активисты. Это был синий Ниссан ВН-5017НВ. Вывозили их с помощью представителей муниципальной охраны, которые показали свое удостоверение. И которые даже сейчас находятся возле забора. Обличающие баннеры были заменены на надпись «Одесса – это Украина» на фоне цветов государственного флага. Дошло до того, что мэр, коррупционер и сепаратист Геннадий Труханов, который является гражданином Российской Федерации, эксплуатирует тему Украины, украинского патриотизма. Мы считаем, что похищение плакатов баннеров – это ответная акция городской власти и Труханова на вчерашнюю акцию активистов, патриотов на открытие на антитрухановском Майдане памятника, как его назвали авторы, трухлявому гопнику и его фавориткам. Однако зря. Активисты говорят, что плакаты будут восстановлены. Их будет даже больше. А по факту сегодняшнего похищения баннеров уже написано заявление в полицию. Вот я только что посмотрел сюжет. Скажите, вы вообще собираетесь что-то как-то делать дальше с этими вашими плакатами по поводу злодеяний Труханова? Ведь люди же должны знать, какую, мягко говоря, гадость он делает для города. Да, понятно. Они вот, видимо, умышленно это все повесили, чтобы потом сказать, вот, значит, активисты наезжают на проукраинскую символику. Понятно, что как бы так неоднозначная получается, непростая ситуация. Вы вот что-то собираетесь сделать, как-то восстановить эту символику, чтобы люди могли снова читать плакаты. Да, да. Вопрос понятен. Спасибо большое. Ну, хочу трошки детально рассказать, что сталося. В девять годин ранку пришли ці люди и велика кількість людей. Вопрос в том, что на этих банерах была написана очень детально вся история злочиня Труханова еще с 90-х годов и по цей час. То есть все расписано, все офшорные дела, потом его паспорты, российский, кипрский и все, что происходит в Одессе сейчас. Но такая проблема, они трохи находятся от нас на отстанке, а не на самом Майдане. Потому что я считаю, что самым открытием памятника, то, что случилось вчера, это было детонатором, то, что они сделали сегодня врань. И, наверное, самым этот памятник очень мулей и мочи, и они хотели бы его как-то сделать, но он находится на Майдане. Поэтому они боятся, у нас сейчас поселена охрана, но, естественно, 40 людей, мы вступать в бейку не будем, но на Майдан они не сунутся. То есть, что почепили цей желтоблакетный банер величезный, они только прикрасили Майдан. Что мы будем дальше делать? Думская площадь велика, место вистачит, поэтому мы разруковываемся снова те же самые банеры. Там информация, ну, вы знаете, очень много людей подходило, очень много, каждый день. И не одесситы, потому что мы разручиваем, где вы, кто вы, и очень интересно, что происходит. Потому что не одесситы не знают. Одесситы знают, про что мова, но также им интересно почитать. Понимаете, люди живут своими справами, сейчас тяжкое життя, и поэтому, так, они загалом знают, что происходит, кто он. А в детали они не вникают, в детали. Поэтому все будет на месте. Это не сомневайтесь. Ну вот, кстати, если мы заговорили о муниципальной охране, и в сюжете эти ребята тоже были показаны, я бы хотел несколько слов сказать об их экипировке. У нас есть фото, давайте я попрошу продемонстрировать сейчас фотографии, а вас попрошу прокомментировать. Вот, собственно говоря, это та экипировка, которой пользуется муниципальная служба безопасности, наша Одесская муниципальная служба безопасности. Что бы вы сказали по этому? Эти фото были сняты в подвале муниципальной рации. Это было 29 червня. Тогда была позачерговая сессия, и вышло так, что нам удалось зайти туда и посмотреть, что происходит там. Вся будилья была напихана муниципальной охраной, и в этом зале они сидят, и там сохраняются эти бронежилеты, вся эта амуниция. И очень интересно узнать, что эта амуниция, за какие деньги она закуплена, и почему она не на фронте. То есть выходит так, что ее закупили за наши же деньги, против того, чтобы убить нас. Ну и вот довольно-таки странные действия самой службы, муниципальной службы безопасности. Дело в том, что сейчас, я так понимаю, их, если это можно так назвать, усилия направлены против вас. Но вы же и есть представители общественности нашего города, вы и есть представители Одесской громады. То есть завтра, в принципе, эту силу можно направить против кого угодно. Против любого человека, любого одессита, любого гражданина, любого, я подчеркиваю, который будет высказывать свою гражданскую позицию по отношению к действиям власти негативно. Именно для этого, это как государство в государстве, создана вот такая вот небольшая карманная армия. Может быть, кто-то там из ребят, которые там заблуждаются, может быть, они обмануты. Но я бы хотел обратиться к этим людям, обратиться к одесситам. Не надо иллюзий. Вас нанимают, вас покупают для того, чтобы вы служили, в принципе, банде одной. И чтобы вы, по сути, защищали эту банду от народа, от одесситов. Это нужно понимать. Это нужно понимать просто тем людям, которые идут работать в эту структуру. Это совершенно очевидно. Эта структура сегодня, откровенно, утром занималась уже бандитизмом. То есть, при наличии определенной силы, силовой поддержки, обмундирования, за наши же деньги, сегодня было самым наглым образом украдено имущество протестующих. Имущество одесситов, граждан Украины. Вот что происходит на самом деле. Это уже как, куда пошлют, как опричники какие-то, в какие-то древние времена. Вот так вот. Я подчеркиваю, самая большая опасность заключается в том, что это, в принципе, государство в государстве. Эти люди видели, вы видели на фотографиях, какое там обмундирование, что там в рюкзаках и так далее, мы не знаем, какие там еще есть спецсредства. Но это реально военное обмундирование, самое настоящее военное обмундирование, которое почему-то находится посредине мирного города. и которое предполагается, что, возможно, будет применено против мирных граждан, против мирного протеста и вообще против любого одессита. В любую секунду вот эти вот все вещи могут быть применены. И это карманная армия. Это надо понимать. Удивляет цинизм этих действий еще и в том, что ведь все это приобретается за наши деньги, я так понимаю. И зарплата этим людям тоже платится, скорее всего, из городского бюджета, то бишь за наши с вами деньги. Безусловно. То есть мы содержим эту, как вы говорите, карманную армию, которая в перспективе может быть действием и силой направлены против же нас. Хуже другое. Там есть, безусловно, среди этих людей, есть люди, которые воевали. Я не знаю, в какое процентное отношение, то есть, ну, которые принимали, которые участники АТО. И это такая грязная технология. Цинизм заключается в том, что эта банда сегодня, прячась от гражданского общества, от протеста, пытается спрятаться за спинами АТОшников. Я хочу сказать, что это, в принципе, второй фронт. Я уже об этом раньше говорил. У нас есть фронт войны с внешней агрессией, да, российской. И есть пророссийский, совершенно недавно, абсолютно пророссийский, понятный мэр, который сегодня защищается, набирает какую-то внутреннюю армию для того, чтобы защищаться от гражданского мирного протеста. За наши деньги. Это цинизм поражает просто. Я хочу, чтобы те люди, которые там сейчас, которые идут туда на работу, они понимали, что на самом деле вас обманывают. Вас обманывают. Вы защищаете воров. Вы защищаете людей, которые ничего не собираются делать для вас на самом деле, для города. То есть, они просто грабят наш город, а вы помогаете им в этом воровстве. Вот такая концепция. Звонок у нас есть телефонный. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела поговорить с вами по поводу Потемкинской лестницы, которую вот уже разобрали. Почему-то туристический сезон. Никто не озаботился раньше ремонтом. И она в разобранном состоянии. Сколько лет будет стоять? Кто-то вообще контролирует это мероприятие? Или это будет то же, что Аркадий выстроит неизвестно что? И вообще не лишимся ли мы своего памятника главного? Спасибо, да. Спасибо большое за вопрос. Честно говоря, мы не раз поднимали и обсуждали эту тему тоже в наших эфирах. На самом деле, довольно-таки, ну, ремонт нужен этой лестнице. Вот мы говорили о своевременности этого ремонта. И самое главное, что в результате мы получим. Так вот, как вы считаете, кто-то вообще контролирует этот процесс? Знаете, я ситуацию считаю, я извиняюсь за выражение, дебильной. Вот. Дебильность ситуации заключается в том, что сейчас они пытаются оправдать. Как-то там целый ряд выступлений был каких-то. Но я вижу просто особенно публикации в интернете. Вот. Я случайно попал на передачу, где были какие-то представители архитектуры. Там Шандрик был. Это как раз один из замов Труханова, который отвечает за строительство. Они пытались оправдать как-то эту ситуацию. Вот. И дело даже не в том, что это как, то есть, совковый механизм, он нормально работать не может. А еще, если в нем участвует какой-то распил серьезный, да, вот мы получаем такой результат. И потом какие-то нелепые оправдания. То есть, так вот, Шандрик сказал о том, что как человек, как заместитель мэра города, отвечающий за это направление, Он сказал, боюсь ошибиться, но по смыслу так, что общественники вообще-то мешают заниматься хозяйственной работой. Они не понимают ничего. Люди без образования не могут понимать. Так вот, образование не нужно для того, чтобы понимать, что нельзя закрывать исторический памятник в разгар туристического сезона. Сейчас они уже говорят, что мы сейчас, то есть, получила какой-то резонанс. Они уже сейчас говорят, есть уже заявление о том, что сейчас мы прекратим, приостановим время на ремонт. Так что это такое? Вы вовремя не можете, вы не обладаете технологиями необходимыми. Кто этим занимается? Мы специально следим за ходом работ. Там три коллеги ковыряются сломом. Вы понимаете? Сверху, по крайней мере, на Потемкинской лестнице. И все эти разговоры, вся эта демагогия о том, что специалисты, это дебилизм. Самый настоящий. Когда в разгар туристического сезона три коллеги с ломом там ковыряют асфальт сверху, извините. Это дебилизм. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, мы слушаем вас. У меня к вам такое предложение. Партенок, добрый вечер. Добрый вечер. Да-да, говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Вот я насчет Потемкинской лестницы опять вот смотрю. Там поразбирались все ступенечки. Ну, они там разные по размеру, по толщине. Хотя бы их пронумеровать. Потом поставить на место, потому что потом на них остыкуется. Спасибо за предложение. Оно такое, я думаю, дельное, но это более, наверное, к техническим работникам, те, кто занимается. Ну, я не могу назвать, что это реставрация или реконструкция. Я не знаю, чем там занимается. Ремонтом, назовем так. Ну, я не знаю, прислушаются. Ну, поверьте, им радить, это нема сенсу. Из полезного, считаю. Да, нема с кем говорити. Вы бачили тиждень тому, яке шикарное граффити з'явилось на том паркане? Да, мы его даже демонстрировали в нашем эфире. Да, мы сейчас его замалювали, но туристы там были у захвата от того граффити. Так, частково замалювали. Чтобы все понимали, что кто винен сам в этом. Ну, если говорить о лестнице, то, действительно, мы об этом в прямом эфире обсуждали эту тему. Это сложный процесс, сложный инженерный процесс. И к нему надо, действительно, подходить очень серьезно с проработкой документов, с проектами и с большими профессионалами. Потому что вот эти ступени, действительно, уникальны, там есть особенности технические, которые... Вопрос в том, что это такие знаковые для Одессы вещи, а власть, из-за того, что она постоянно занимается какими-то теневыми делами, какими-то распилами и так далее... Они даже спешат. Да, они, во-первых, спешат в определенной степени, во-вторых, это все как-то... И им приходится оправдываться. Эти вещи вообще должны не только анонсироваться, продумываться по срокам, для того, чтобы это не повредило городу, не повредило туристическому сезону. Но это знаковое для Одессы, это один из самых знаковых памятников. То есть обязательно должны быть какие-то пояснения. У них же там 20 с чем-то телеканалов, я извиняюсь, на которых можно, да, если бы там были какие-то грамотные специалисты, действительно, заранее выйти, объяснить, анонсировать, продумать по срокам и так далее. А вот это вот рассказывать, извините, мы сейчас начали, мы сейчас закроем, но мы смотрим за ходом работ на самом деле. Ну нельзя же, можно рассказывать все, что угодно, но у всех одесситов есть глаза. Действительно, это так, и я же говорю, одесситы далеко не глупые люди, они все прекрасно понимают. И то, что вот рассказывают о том, что надо иметь супер какое-то образование инженерно-строительное, для того, чтобы понимать, когда стоит этим заниматься или не стоит этим заниматься. Значит, надо было сделать это гораздо раньше, чтобы это, если вдруг уже она в таком состоянии, что вот надо сейчас и никак не днем позже. Значит, надо было озаботиться раньше. Там просто, там настолько, насколько я понимаю, я инженер, у меня одно из образований инженер, это уже по образованию не строитель, но инженер, да, у меня два образования больших, я кое-что в этом понимаю в строительстве, потому что занимался, скажем, там, таким направлением в бизнесе. Так вот, у них задачи, они задачу комплексно не видят. Они связались с этим Стамбульским парком, появились какие-то дальнейшие моменты, которые оказалось, что нужно решать. Это просто, вот с моей точки зрения, это не профессионализм такой подход. Абсолютно не профессионализм. Ну, я думаю, я же говорю, мы, к сожалению, можем только следить за этим процессом и давать какие-то рекомендации. Ну, будем надеяться, что прислушаются к здравому смыслу и призывам одесситов и все-таки сделают более не менее нормальную эту реконструкцию этой лестницы. Все-таки давайте вернемся к сегодняшним утренним событиям. Дело в том, что вот плакаты у вас срывают уже не в первый раз. И в прошлый раз это были общественники из РГБ, Автомайдана и представители каких-то там еще общественных организаций. А ведь эти люди, они тоже поддерживали Одесский Евромайдан, принимали в нем довольно-таки активное участие. То есть были против власти Януковича и его команды. Ну, по идее, по крайней мере, так и не говорили. Сейчас вот все здоровое, что было на Одесском Евромайдане, влилось в вашу организацию, в Антитрухановский Майдан. А вот эти люди, которые бойкотируют вас и ведут себя таким образом, как вы считаете, они имеют вообще моральное право называться участниками Одесского Евромайдана? Ну, мы снимали банеры, это три организации, РГБ, Автомайдан и Самооборона. В них осталось уже очень мало, потому что в купцы, когда они пришли, они собрали всех, кого могли. Там три организации, там людей 50 было. Эти организации, я активный участник и Киевского Майдану, и Одесского Майдану, тобто гострої фази, тобто всю зиму. И я чудово знаю, кто был на Майдане. И Киевскому, потому что Киевскому, потому что все, кто был в Киеве, они проходили через великий намет. На нем было написано Одесса, ну, это удар ставил. Он был величезный, поэтому все проходили через него, не могли не зайти. И мы чудово знаем, кто там был. Этих людей там не было, которые сейчас в РГБ и Автомайдане. Они уже появились в конце лета, когда они понимали, что Майдан победил. И на Одессском Майдане их не было. Также они появились в конце лета. Это люди-пристосовщие, это однозначно. Те, кто был и в Киеве, и в Одессе, эти постаты. Розумієте, не залишилося в Одессе уже організації тих, как можно сказать, майданевских. Их не залишилося. Они развалилися, они распилилися, залишилися тільки постатки. Люди, люди, которые боролися много лет в Одессе, и они сейчас с Антитрухановским Майданом. Потому что они не могут, они по своей сути люди такие, что знают, кто такий Труханов. Потому что они уже сколько лет борются с ним. Они знают, кто он. И знают, что будет дальше, если эта людина остается при владе. Поэтому они знают. Еще одно событие, политическое событие. На мой взгляд, это главное политическое событие последних дней. Но о нем мы поговорим чуть позже, потому что есть телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос телезрителей. Добрый вечер, мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мы говорите, пожалуйста. Да, 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 да. Я вот по какому поводу звоню. Я в интернете читал про женщину, которая на лонжероне на пляже. Из кафе выпала, из этого. Которая не огорожена, никаких правил безопасности, там ничего не соблюдается. Я просто к тому, что застраивается же не только Аркадия. И лонжерон застраивается. Я вот вообще хожу, я честно в шоке. Не видно моря из этих кафе вообще. Позастраивали все на свете. Это вообще, это куда вообще годится? Что это такое? Да, спасибо большое. Скорее всего, это не вопрос, а информация и возмущение наших одесситов. Но, тем не менее, я думаю, эти возмущения заслуживают отдельных комментариев. Как бы вы прокомментировали то, что происходит. На самом деле, ведь тоже совершенно верно. Это не только в Аркадии происходит. Это происходит по всему побережью абсолютно. То, что происходит сейчас при этой Трухановской банде, это беспрецедентно. Это крайне неуважительно ко всем одесситам, в первую очередь. В первую очередь к одесситам. Потому что все застелено настилами. То есть огромное количество, я затрудняюсь сказать в процентном отношении, огромное количество пляжей просто застелено настилами. Максимальное количество точек открывается новых. То есть плати бабки и вперед. Как у нас говорят в Одессе. Вот такой подход. То есть им совершенно, на самом деле, все равно, по большому счету, да и по малому, наверное, что и как себя чувствуют отдыхающие. Главная задача этой власти получить как можно больше денег. Они спешат. Они спешат и мы понимаем почему. Я думаю, что как только закончится туристический сезон в Одессе, курортный, они будут бороться с этими настилами и убирать их показательно. Причем это будет очередное замыливание глаз. Возвращаясь к моему вопросу, повторюсь, что я считаю, что одним из основных, если можно назвать его главным политическим событием последних дней одесской политики, я имею в виду, это, конечно, стал визит президента Петра Порошенко в Одессу. И многие политики, тоже мы уже говорили об этом, многие политические эксперты, политики, аналитики, да и просто рядовые одесситы, граждане нашего города, заметили, что на всех протокольных мероприятиях Геннадий Труханов отсутствовал почему-то. Но я так думаю, это неспроста. А вот как вы считаете, о чем это говорит? Отсутствие мэра на протокольных мероприятиях, там, где присутствовал президент. Иносказательно можно назвать это черной меткой, на самом деле. То есть я думаю, что тот протест в Одессе, который разрастается, и это не только антитрухановский Майдан, но еще целый ряд постоянных каких-то перманентно возникающих протестов в Одессе, да, одесситов, которые многие, может быть, не политизируют, что следовало бы сделать, да, многие вопросы, потому что все равно это связано с политикой, с властью, которая у нас сегодня в Одессе. Так вот, основной тезис. Я думаю, что волна этих протестов, волна недовольства, и наши поездки в Киев не зря прошли. Все-таки я думаю, что центральная власть на сегодняшний день пристально смотрит, прислушалась, прислушивается, по крайней мере, к мнению одесситов. И я думаю, что она уже сделала какие-то определенные выводы. То, что вот этот случай произошел с тем, что президент был здесь, и Труханов не был допущен вообще, вот, хотя мы знаем, что он пытался. Вот, это реально черная метка, иносказательно. То есть мы считаем, что в связи с этим у Труханова осталось очень мало времени. Вот, и они спешат, вот сессия, очередная опять, которая назначена, да, и так далее. То есть это спешат как можно сильнее, как можно быстрее ограбить наш город. Что касается сессии, кстати, известно уже, на когда назначено проведение сессии, какие основные вопросы там будут обсуждаться и приниматься, и вообще, собственно говоря, зачем? Почему такая спешка? Неужели уже так все плохо, скажем так? Ну, они спешат по целому ряду причин, потому что вокруг них протест, на самом деле, он развивается, растет в городе. Каждый день происходят какие-то события, которые либо напрямую, либо косвенно указывают о том, что одесситам эта власть не подходит. Вот, и в связи с этим спешка. Говорить о том, что там будет приниматься, или то, что туда заложено внутри этой сессии, очень сложно, потому что обычно то, что им интересно, и то, что они хотят оставить за кадром, оно с руки, с места добавляется, вы понимаете? То есть там есть какой-то, как обычно, план, вот, и по итогу сессии, как по итогу прошлой сессии, мы увидим, что столько-то гектаров это шло. Файна. Этой же Трухановской банди, или ему представителям, да, а так всегда. То есть все вещи вот такие вот, которые на самом деле, их очень интересуют, очень волнуют, они либо с голоса, либо как-то так не раскрыты в повестке. Но они принимаются в итоге, и когда проходит сессия, одесситы потом уже анализируя, могут только узнать, сколько чего у них украли. А крадут много, крадут безбожно. Ну что ж, я надеюсь, конечно же, что и вы, и другие представители наших одесской общественности будут внимательно следить за этими событиями, потому что, ну, просто нельзя допустить того, чтобы происходила вот такая вот вакханалия на этих сессиях. Потому что, я так понимаю, что вся городская собственность, это касается и земли, и зданий, и объектов всевозможных, просто, как песок сквозь пальцы, убегает, убегает от одесситов. Поэтому я думаю, что за этим надо очень пристально наблюдать и всевозможными способами законными пытаться воспрепятствовать. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Наша программа подходит к концу. Мне остаётся напомнить телезрителям итоги интерактивного голосования. Мы сегодня спрашивали у вас, что могло бы обеспечить политическое выживание Труханова. Как вы считаете? И 25% телезрителей считают, что это провозглашение Одесской Народной Республики. 28% телезрителей считают, что приход к власти в стране оппозиционного блока. И почти половина, 47% телезрителей считают, что теперь это неосуществимо ни при каких условиях. Спасибо вам большое за ваши телефонные звонки и вопросы, за активное голосование по интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»